Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду, а также делимся опытом проживания. Утро в Бетонге. Девятый день нашей поездки. Сегодня из Бетонга мы переезжаем в провинцию Сан-Кла в город Хатьяй. По дороге мы заедем в город Яла. Это столица провинции Яла. До Ялы 140 километров. Но дорога горная, ехать будем поэтому долго. Так что в путь. Мы находимся в провинции Яла. В этой провинции есть известковые холмы и, как и в других подобных местах, в известковых холмах есть гроты. Гроты очень часто оборудуют в Таиланде для разных святилищ, для храмов. Этот храм, на территории которого мы находимся, это один из трех самых важных храмов юга провинции. Мы были в Чаевт подобном храме, мы были в Накхонситарамарате, показывали второй важный храм. И вот этот третий важный храм юга Таиланда. Находится он в пещере. Мы пойдем посмотрим, как там, что в пещере. Чем еще интересно это место? Это одно из самых древних поселений на территории Таиланда. Причем поселение здесь было, жили древние люди в доисторические времена, а не где-то вот там в современности. Поэтому пойдем посмотрим храм и вам покажем. На храм ведет лестница, но она явно невысокая, потому что мы его видели издалека. Высота небольшая. И еще один пролет лестницы, который охраняет великан Чао Као. Создан он был в 1941 году. И еще один пролет лестницы, но он совсем маленький. Вот перед нами пещера. Монах, видимо, медитировал в этой пещере. Ну и поднимемся дальше наверх. Вид сверху на великана. Устанавливают какие-то петарды тут. Тут будет весело, народу понаехало. Мы рано приехали, хорошо, что рано. Мы находимся в главной камере пещеры. В принципе, очень необычная камера. И самое главное, что здесь есть лежащий Будда. Его несколько раз реставрировали, но в принципе сделан он на основе Будды, которого здесь извояли в VIII веке. Это период древнеиндонезийской морской державы Шривиджаи. И много здесь таких вот разных вещей, которые напоминают о существовании этого королевства здесь на территории современной Ялы. И вот именно в этой пещере это одно из мест, где жили древние люди. Перед нами территория храма и речка небольшая, в которой водится, конечно, рыба. Находимся в городе Яла, у храма городского столба. Мы находимся в столице провинции Яла. Центр города – это храм городского столба. Он является центральной точкой городского планирования. Яла считается городом самой красивой паутиной планирования центра города. Вокруг расположены государственные учреждения. Яла – это густонаселенная провинция, одна из самых процветающих на юге Таиланда. В столице, как и везде, город с одноименным названием. Город расположен на правом берегу реки Патамина. Крупных достопримечательностей в городе нет. Как и в любом тайском городе, есть парки, пруды, красивые здания. Население, как и в предыдущих городах юга, в которых мы побывали, сочетание тайских буддистов, мусульман и китайских тайцев. При этом в городе преобладает китайское население. А в провинции большинство. Малайцы по происхождению и мусульмане по вероисповеданию. Рыбы в пруду, море. Вон сколько рты раскрыли. Находимся у часовой башни города Яла. На башне время. Вот с одной стороны тайское мы видим, без 25.11. А с другой стороны малазийское время. Каждый год в марте в Яле проводят фестиваль птичьего птипения. В Яле в этом фестивале участвуют полосатые голуби. Я не знаю, я не орнитолог, это одно и то же горлицы или нет. Но птицы очень похожи, потому что таких птиц мы видели. Клетка, конечно, здесь стоит не в натуральную величину, а гораздо более увеличенная. Такие клеточки развешивают на шесты, на высокие, от трех метров. И выставляют их на какой-то площади. Ходит жюри, оценивает по разным критериям. В разных номинациях присуждаются места за пенье птицам. И хорошая птица для участия в таком конкурсе, чтобы она заняла какое-то место, стоить может 20 тысяч евро. Утро следующего дня. Встает только солнце. Вчера мы из Бетонга переехали в город Хатьяй. Это провинция Сан-Кла. Поселились в отеле Хоп-Ин. Это серия отелей по Таиланду. Мы в таких отелях уже жили. Ну, это мотели, скорее всего. Нормально, в принципе. Сегодня мы в Хатьяй посмотрим часть, ряд, точнее, достопримечательностей. И переедем в провинцию Сатун, которая для нас новая, в городок Пагбара. Находимся на смотровой площадке. И перед нами открывается вид на город Хатьяй, провинция Сан-Кла. Хатьяй – это основной центр торговли и транспорта Южного региона. Ворота в Малайзию и Сингапур. Когда-то это была маленькая деревня Кок-Самит-Чун. Толчок к стремительному развитию города дало строительство в начале 20 века железнодорожной станции Тайско-Малайской железной дороги. Теперь это четвертый по величине город-королевство. Кроме того, Хатьяй – популярное место отдыха у малайских туристов и жителей Сингапура. Они сюда приезжают за развлечениями и отдыхом в более свободной обстановке. На самой высокой точке холма стоит Будда, который охраняет город. Идем в голову огромного золотого дракона. Посмотрим, что дракон охраняет. Перед нами изображение Хатея, или, как тайцы говорят, бог Матрей. Мешочек со златом, мешочек с серебром и весельчак Хатея. Правда, пупик у него без дырки. Денюшку кидать некуда. И еще один китайский бог, мифический, реальный, все смешивается. Но, честно говоря, я в китайскую мифологию не очень. Все, что я знаю, это божество китайское. Птички на продажу. Вон сколько. Сказали, что птичек снимать нельзя. Но это и понятно. Кому-то нравятся птички в клетках, кому-то не очень. Вот сколько рук нужно иметь женщине. Но и обязательно в таких местах изображение гуанин. Перед нами печи для поджигания петард. Ну и, конечно же, колокола. Колокола по кругу. Первая площадка на холме над городом. Это китайский храм. Выше гораздо следующая площадка. Это буддийский храм, там, где стоит Будда. И от площадки с Буддой ходила. Раньше была кабельная дорога. Находимся в городском парке города Хатьяй. Самый центр парка. И на деревьях висят китайские фонарики. Но еще не прошел китайский Новый год у них. И вон какое слово. Любовь. Большими буквами. Вверху парк для занятий фитнесом. Центром парка является большой пруд. И вокруг него много различных зон. В центре пруда огромный фонтан. Вот такой красивый. В Таиланде очень много мест, связанных с различными датами правления короля Рамы IX. Многие такие места стали туристическими достопримечательностями. Отчасти благодаря уникальности некоторых мест. Как, например, то место, которое мы приехали. Это пагода, сделанная из нержавеющей стали. Пагода состоит из 60 кругов. А круги символизируют годы правления короля Рамы IX. Это такая дань уважения Раме IX в честь 60-летия его правления было создано. Еще одной особенностью этого храма является то, что это храм сразу всех животных восточного календаря по году рождения. Я имею в виду. Потому что считается, что каждый буддист должен хотя бы один раз посетить именно свой храм по году рождения. А здесь можно сразу всем посетить разные года. Такая интересная лестница. Сейчас поднимусь, посмотрю, что там такое. И вот, что я вижу наверху. Я нахожусь в самой башне. Подходим к самому большому рынку в Хатьяе. Тут надо перейти дорогу. Называется он Ким Йон. Этот рынок не только большой, но и один из недорогих рынков. Почему он недорогой? Потому что товары завозят с Малайзии. Пойдем посмотрим. Сейчас дорогу перейдем. Начинаются торговые ряды. Ну, как всегда, фрукты. Так, ну ладно. Идем дальше. Фрукты нам не нужны. Виноград какой. Черный, не черный. Яблочки, манго. Котяра вон какой ходит. Так, ну, чуть дальше пройдем. Тут фрукты в этих рядах. Орешки на развес вон. Какие хочешь. Орешков там мы, наверное, возьмем. Поднимаемся на второй этаж. Он двухэтажный. Посмотрим, что тут. Игрушки какие-то. Ну, часть рядов открыта. Часть закрыта. Ну, ходить тут можно очень-очень долго. Да, да и времени у нас не так много, чтобы ходить. Там сегодня еще надо переехать. По барон. Спускаемся вниз, где продают вещи. Потому что тут ходить и ходить. Часы, игрушки. Ну, в общем-то, все как обычно. Как на всех рынках. Кто-то говорит, нет сухофруктов в Таиланде. Посмотрите. Какие хотите. При этом орешки. И не орешки. Все, все есть. И снова сухофрукты. Всех сортов. Разные. Комфеты. Тоже разный сортов. Идем дальше. Чего тут сушеного только нет. Ну что, тряпки, они как тряпки. Поэтому смысла их брать особо нет. А вот магнитик можно взять. Иди сюда. Какой выберем? Так, пока выключаю. Выбираем магнит. Находимся в провинции Сатум. На фьюпойнте Пагбара. Перед нами море. А ветер-то здесь какой. Ну что ж. Но море пока гладкое. Рыба-меч. И я на фоне рыбы-меч. Приехали в городок Пагбара. Провинция Сатун. И заселились в отеле. Вот Best House Resort. Сейчас покажу территорию. Что мне здесь нравится? Нормальная парковка. Но что сказать о провинции Сатун? Какие достопримечательности? Достопримечательностей, в принципе, в провинции Сатун нет никаких, кроме острова Липи. Или как его называют? Калипи. Некоторые называют его Калипе. Ну, по-моему, так тайцы его и называют. Так что завтра мы отправляемся на Калипе. Цена билета на одного человека. 1200 бат на спидботе. Время в пути, сказали, полтора часа. Ну, посмотрим, как. Еще надо заплатить что-то за вход в национальный парк, за парковку. Но это все будет завтра. Вот так вот выглядит отель. Ресепшн. Сейчас пройдем мимо. Ютуб. Тут есть пруд, а в пруду рыбы. Жалко, нету удочки. Вот название отеля. Сколько стоит, мы не помним. Платили с карточки. Довольно неплохие номера. Ну, что-то в районе 800 бат. Есть поменьше домики. Ну, а есть побольше домики. И вот тут вот рыбка. Вот она. Вот она, вот она. Ну, и вот наш номер. Ну, в принципе, номер нормальный. Просторный. Номер 11. Стеклянные двери. Вот. Ну, и вот так выглядит номер. Туалет, душ, кардеробная. Переночевать, в принципе, все прекрасно. Поесть здесь, рядышком все есть. Ну, кафе. Все, собираемся. На завтра надо собрать вещи. Что оставить в машине, а что взять с собой. Завтра отправляемся. Да и отдохнуть надо. Да. Редактор субтитров, вышел. На завтра. На завтра. На завтра. Редактор субтитров. Продолжение следует...